Ангельсблат, ФРГ, вице-премьер Италии Сальвиния использует Москву в качестве рычага давления на Брюссель. Андре Болин. Ангельсблат, Германия. 20 октября 2018 года. Фойе изысканного отеля Лотти Плаза в начале московской пешеходной улицы Арбат забито до отказа. Об участии в ежегодной конференции в России Итальянского промышленного союза конфиндустрия, Ченфиндустрия, заявили около 700 человек. В прошлом году их было почти в два раза меньше, чем сегодня, говорит Мария, которая работает на один российский глянцевый журнал. Гостей привлекает прежде всего именитый гость мероприятия, Маттиас Альвини, Маттиас Альвини. Еще накануне своего визита с Альвини назвал абсурдными санкции против России. Это было, конечно, с восторгом воспринято работающими в России предпринимателями. А теперь он прибыл в Москву по приглашению главы Итальянского промышленного союза конфиндустрии России Эрнеста Ферлинги. Эрнеста Ферлинги. Эта поездка считается также подготовкой визита премьера Джузеппе Конте, Геусеппе Ченте, 24 октября. Хотя любопытно, что, кроме встречи с промышленниками, у Альвини нет больше в Москве никаких других планов. Но и в этом случае у него есть высокопоставленные российские слушатели. В зрительном зале сидят заместитель министра иностранных дел Александр Глушко, несколько депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков, один из самых влиятельных внешнеполитических деятелей России. О причинах санкций этот 45-летний политик не произносит ни слова. Вместо этого он критикует Украину. В качестве повода он использует при этом одобренное Константинопольским Патриархатом отделение Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. Религиозные войны всегда плохо заканчиваются. Предостерегается Львини. Если политическое руководство пытается починить себе церковь, из-за этого не получится ничего хорошего, говорит он, имея в виду Киев. Москва же ему наоборот нравится. Он охотно посещает российскую столицу. Не для того, чтобы получить за это деньги, как утверждают его противники, а поскольку я чувствую себя здесь как дома, говорит Сальвини. В отличие от некоторых стран, членов ЕС, добавляет он, там он чувствует себя в одиночестве, учитывая миграционный и экономический кризис. Такие претензии к России, как обвинение в попытке убийства агента-перебежчика Сергея Скрипаля, он называет неправдоподобными. Для убежденного националиста санкции без того являются средством защиты национальных интересов. Бросается в глаза, что, в то время как Италия потеряла во время кризиса части рынка в России, другие страны, члены ЕС туда пришли. Если говорить здесь о Франции, то это, конечно, абсолютная случайность, самодовольно добавляет он. И поэтому Сальвини считает, что по праву может использовать вопрос о санкциях и в своих собственных национальных интересах. Хотя он и представляет себя как принципиального сторонника отмены санкций, однако итальянское вето при следующем продлении штрафных мер он делает зависимым от переговоров с Брюсселем по вопросам бюджета. Вето – его козырь. Но его можно использовать лишь один раз, признает итальянец. Если ЕС не поддержит правительственную программу и представленный Италией проект бюджета, то Рим мог бы использовать свое вето. Однако я надеюсь, что до этого не дойдет. Сальвини дает понять, что он готов использовать вопрос о санкциях в качестве рычага давления на Брюссель. Тем не менее в России довольны выступлением Сальвини. По словам Алексея Пушкова, из его слов он понял, что, хотя Сальвини против санкций, однако Италия должна учитывать определенные реалии. Вето – радикальное средство, а Италия не может себе сейчас позволить без необходимости обострять обстановку, сказал Пушков Хандельсблат. Однако в долгосрочной перспективе Сальвини наверняка попытается отказаться от санкций, заявил российский политик. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.